Любовь движет нами. Ради, во имя любви, я многое делал. Я учил концерты, учил пьесы, порой подталкиваемые чувством. Хоть мне не приходилось так по-настоящему-то покататься-то, но ничего. Ничего, мы еще с тобой подружимся. Я парень-то хороший. Ха-ха-ха, братцы, жизнь-то прекрасна. Когда наполнена творческим трудом, творческим интересным трудом, любимым трудом, кстати, жизнь становится прекрасной. Нам генерал Конев, командующий нашим фронтом, Калининский, говорил, ребята, сыграйте так, чтобы улыбнулся солдат перед боем. Ну и мы все, кто был на войне артисты, мы все старались, выдумывали. Русская народная трагическая мелодия! Жил бы у бабушки серенький козлик! Увертюра, каденция, рейтмотив, главная тема. Козлик травку щиплет. Дурашка не знает, что в кустах волки за ним наблюдают. Прыгает! Волки! Бабушка! Желаем! Волки! 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 О, злик! А жить-то надо. Жизнеутверждающий финал! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 И я любил, когда вот, помню, приехал Бодридзе, был такой сценарок в Большом театре, он пел великолепно вот это. И вот я этот вокал переношу на балалайку. Значит, надо учиться у вокалистов, у пианистов тем более. Они клавишей поют, сволочи, клавишей поют. Вот, долго не мог понять, как это клавишей, пока сам не начал на рояле играть, более-менее пески, не мог понять, как это клавишей поют они. Вот. Ну, скрипач-то понятно, он ведет смычок. И у него это самое... И он... Ну, я слушал, когда кокона, я с ума отходил от радости. Это же чудо. Как договорились, Михаил Петрович? 14 миллиметров. 14 миллиметров. А вот эти помельча сделать? Не, помельча, да. Квадраты не надо. Соль диез оставляем или... Оставим. Вот здесь чуть панцирь увеличить. Ну, раз уж мы добавляем панцирь, давайте. А лады я вам поставлю вот такие, как я делаю, вот скажем, ну, вот эти лады, как вам, вот на этом, на моем инструменте. Молодец, Гребенников. Идеальная чистота. Молодец. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 А если еще быстрее вариации полет Шмельяринского-Крухорского, тут только один пальчик. Часто 5-6 в день тренировки, желательно без выходных дней. Идем. Народная артистрафия Михаила Рожкова. А, выше эти вот органы, хотя бы наклонись, чтобы было правильно. Ты же делаешь бессмысленно, это бессмысленно. Вот что нужно. Вверх глаза. Раз, два, три. И назад. Назад, назад. Раз. Вверх глаза. Раз. Раз. До отказа. Раз. Как будто сам себя сломал. Как пропеллер. О, руки отрываются, прям кисти горят. Ой. И думай о прекрасном. Надюшенька. Еще. Еще? Надюша, у меня не получилось. Еще разик. Еще разик. Давай. У меня руки от чеснока катятся. Сперва мы взбираемся на гору, а потом с горы покатились. Еще, еще волшебней. Еще. Ищи, ищи себе. Такое звучание. Продолжаем меня. Ну, да. И опять, и опять поторопился. Вот, вот, та, 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 терция. Давай, еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Делает музыка. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень трудно. Двойной пицциката. Трояновский играл с выпущенными пальцами. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подсобрал пальчики. Вот чтобы так заиграть, надо очень много разыгрываться. И много лет я добивался вот этого. И многие болячники так и не достигли, не нашли возможности играть вот с такой скоростью. Причем на полную катушку, чтобы был удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звонит. Дверь. Телефон. Или в дверь. Дверь. А, домофон, да? Алло, Борис Николаевич, давай заходи. Я хочу доказать всем, что балалайка – музыкальный инструмент, который имеет свой огород, свое «я». Не хуже всякой скрипки и любого другого инструмента. У него есть свой голос, красивый, задушевный, но еще и озорной. Такой, какого озорства нет у других инструментов. На скрипочке так не созоруешь, как на балалайке. Нет, на балалайке. Только на балалайке можно так сильно. Так озорно. Только на балалайке можно. Да чего звонишь? Давай заходи. А-а-а, привет! Здравствуй, я тебя голубинут. Здорово. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. О, ну. А-а-а! Здорово. Ну, вся армада прибыла. Ну, все. Ну, что? А-а-а, вперед. О-о-о. Красота какая. Я немало переколол в своей жизни дров. Вол, видите, мы это охота пьем. Все, тропим. Это елка? А-а-а. А, где же она должна быть? Вот здесь вот. Вот так. Вот так. Э-э-э, поехал. За экскурсию по Кремлю спасибо. Ага. Пойдем дальше. О, пожалуйста. Ага. Редактор субтитров. Редактор субтитров А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летом 1822 года Чиновник дипломатической службы Федор Тютчев Отбыл в Мюнхен В то время вся Бавария восхищалась красотой Юной прекрасной Амалией Лерхентей Да и было чем восхищаться Девочке 14 лет Она в совершенстве знает Владеет шестью языками Прекрасно знает литературу И у Федора Тютчева Завязалась нежная Тробательная дурба Перешедшая в первую любовь Которую пронес Федор Тютчев Через всю свою жизнь И на склоне лет Когда ему было шестьдесят семь Он снова встретил эту женщину И с волнением рассматривал Когда-то любимые черты лица А вскоре в кругу друзей Он читал свои новые стихи Я встретил вас И все былое В отжившем сердце жило Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло Говорят, цыган сидел рядом с гитарой Он наиграл вот эту мелодию Кто-то из присутствующих записал ее на ноты И совсем неизвестно, как это попало в руки Русского актера Ивана Москвина Но Иван Смонич Козловский мне рассказывал Что когда пел Москвин эту мелодию Он, Козловский, плакал И просил все время повторять ее Прошли годы, не стала Москвина Страна услышала Этот романс в исполнении Козловского И полюбила всем сердцем Тут ни одно воспоминание Тут жизнь заговорила вновь И тоже у вас очарование И та же в душе моей любовь Любовь Иван Смонич Козловский 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 Продолжение следует... Это самый бензобак. Я сажусь на него и играю. Играю, а пальцы-то коченеют. И пока я доиграю плясовую, они у меня в сосульку превращаются пальцы. Прыгаю с танка прямо в объятия солдат. И уже стакан, которым согреваю пальцы и себя. Мое выступление пользовалось огромным успехом у солдат. И Баграмян разрешил мне съездить в отпуск в Нижний Новгород. Это в конце-то войны Баграмян дал мне отпуск. Приезжаю я в Нижний Новгород. Вхожу, знаете, как волновался я. У меня все дрожало, зубы... Вот так вот. Вот так я дрожал. Вернулся на родину. Вот поверьте, что так я дрожал весь. Прихожу, замок, это самое, закрыто. Соседка говорит, татарка, тетя Варя в ларечек спустилась вниз. Я бегом туда вхожу. А мать стоит в полушубочке рваненьком, в полушалочке. Так стоит, в каких-то обмотках там. Стоит, я смотрю на нее, и мне... У меня слезы. Я говорю, здравствуй, мама. Она на меня посмотрела. Бросился. Мишенька. Живой. Живой. Я говорю, что ты хочешь? Ну, купил бутылочку вина. Я так давно уж не пила вино. Я, конечно, купил, всего купил. Деньги у меня были. И мы с ней сидели и плакали весь вечер. Вот такая была встреча с матерью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok